здравствуйте коллеги с вами исаков роман компания admiral markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня поговорим о том как отчитались крупные компании насколько это не порадовал рынок ну и в принципе посмотрим какие дальнейшие сценарии за несколько дней до выборов у нас могут произойти ну а прежде чем мы начнем напомню что если вам нравится это видео не забывайте ставить лайк оставляйте ваши комментарии это очень помогает для продвижения данного видео и я за это очень благодарен а итак начнем с ключевых моментов во первых мы конечно видим продолжение снижения фондовых индексов мы видим панические настроения на рынке которые сейчас я все больше и больше проявляется ну в первую очередь это связано с новой волной распространения коронавируса а и рынки а также на этом на безусловно реагируют ну и также все выше и выше неопределенность а перед выборами потому что даже на текущий момент пока не совсем ясно кто может победить может победить и трамп может победить и байден конечно по текущим опросам лидирует байды но скажем так в сша есть люди которые не могут не признаваться в том что не будут голосовать за трампа до оставаться а могут то говорить что да сейчас они проголосуют за байдена но на самом деле деле могут сделать совсем совершенно другой выбор это мы видели также им в 2016 году поэтому сейчас на фоне всей этой неопределенности конечно рынки крайне опасны крайне волатильны поэтому сейчас нужно быть максимально аккуратным лично я для себя пока новых позиций не открывал и но постараюсь если не появится каких-то новых сигналов не делать это до как раз уже выбор когда будет по крайней мере понятно чью сторону могут занять рынки и какая может последовать реакция ну а сейчас давайте мы поговорим о текущий момент об отчетах которые читались сочетались apple читался amazon google и давайте быстро пробежимся по ключевым моментам но мы видим то что для apple не совсем позитивно было тот факт то что продажа ключевого продукта это именно iphone упали на 16 процентов это безусловно не порадал инвесторов мы видели падением практически на четыре процента ну и также мы видели снижение по amazon хотя с другой стороны за 2020 финансовый год на прибыль составила увеличилась на 3 и 9 процента по сравнению с предыдущим годом выручка вышла выросла у apple на пять с половиной в принципе мы давно уже не видели какого-то стремительного роста у apple возможно продажи как раз нового телефона с поддержка 5g смогут это улучшить но об этом мы будем говорить уже дальше сейчас пока рынок позитивно это не воспринял а вот amazon сообщила нам о 41 процентом снижение прибыли по сравнению с предыдущим годом выручка снизилась на 25 процентов что в принципе является ну довольно таки существенным показателем для главного онлайн ритейлера скажем так и безусловно также рынок с реагировал снижением а google google также отчитался и прибыль снизилась на пять половина процента по сравнению с предыдущим годом выручка сократилась на семь и восемь процентов то есть мы видим тоже в этом у этой компании также снижение на свою очередь фейсбук в отличие от предыдущей компании сказать сообщил об росте прибыль на 61 процента сравнению с предыдущим годом а выручка выросла на всего лишь на 16 но фейсбук остается по-прежнему высоком маржинальным бизнесом поэтому они могут выжимать и довольно таки много и есть собственно это мы и видим в соответственно в росте прибыли на текущий момент мы видим также снижение в целом по фонным рынком то что я уже сказал и здесь тоже важно как вернуться вновь к индексу волатильности индекс викс для того чтобы учесть реакцию рынка фактически если мы с вами посмотрим на график увидим то что сейчас и снг 500 торгуется в принципе в области довольно таки неплохой поддержки от которой если будут появляться сигналы то также имеет смысл покупать в принципе мы скорректировались от локальных максимумов на а практически 8 процентов это стандартная коррекция которой в принципе снг 500 присутствует одно лишь то что мы не обновили локальный максимум выглядит довольно таки опасно и в принципе обновление локальных минимум конечно может открыть предпосылки снижения и на 300 и на 3000 но пока данный сценарий остается как альтернативным а если мы с вами посмотрим на индекс викс то как раз у него есть зона зона в области 40 при при уходе выше которой как раз мы и видели снижение индексов то есть страх вложения в рисковые активы такие как акции он появляется и мы видим падение по фону рынку вопрос сейчас можем ли сможет ли викс удержаться как раз выше отметки 40 да то сейчас вот вплотную к ней подходим сейчас это дневной таймфрейм собственно и уход выше даст большую неопределенность ну и фактически констатирую тот факт что на рисковые активы как акции все меньше и меньше интересны для на участников рынка обязательно за этим будем также продолжать следить но как мы с вами видим в сентябре мы не ушли выше данного уровня а в июне также была легкая попытка закрепиться выше данного уровня но затем вернулись в комфортную зону в области на 30 20 и собственно дальше в таком же диапазоне мы торговлю продолжили но сейчас очень много факторов которые как раз влияют на волатильность еще раз напомню что 30 ноября будут выборы в сша то есть мы с вами об этом еще раз поговорим в понедельник но это опять же предварительно чтобы все это планировали и учитывали вашей торговли теперь по основным инструментом евро доллар по евро а также как и по снт мы видим торговлю в области но довольно таки неплохой уровне поддержки это уровень 1640 в принципе от если появится сигнал начал восходящего движения то здесь я попробую покупать конечно не сейчас потому что с точки зрения часов таймфрейма опять же мы видим резкое снижение то есть фактически мы падаем уже начиная с 23 октября и данная нисходящая формация с точки зрения часов таймфрейма продолжается то есть можно присматриваться но нужно быть крайне аккуратным и на иметь ввиду что до ближайшее время можем начать восстановительное движение вполне вероятно что можем это увидеть уже в следующий понедельник да или вторник после соответственно выборов а также на пара британский фунт американский доллар продолжается восходящие движения здесь пока восходящий тренд который у нас формируется с конца сентября пока он не сломлен он пока сохраняется поэтому также покупки здесь выглядит довольно таки неплохим сценарием но опять же не сейчас потому что движение нисходящее с точки зрения часов таймфрейма продолжается здесь если заходить и в покупки то нужно подождать если находитесь в продажах то пока имеет смысл держать пока мы не получили как раз разворотного сигнала на возобновление роста по данному инструменту а пара американский доллар канадский доллар также продолжают свое восходящее коррекционное движение то есть мы видим опять торговлю вблизи максимальные значения которые были в конце сентября опять же вблизи данных уровней искать продажу тоже имеет смысл потому что пока все-таки тенденция на ослабление американского доллара на мой взгляд будет сохранять ну и мы видим это с точки зрения фундаментальных данных поэтому с точки зрения часов таймфрейма у нас есть предпосылки как раз на начало данного нисходящего движения но она пока не произошло если будет закрепление ниже минимум четверга то есть не ниже меня вчерашней торговой сессии это уровень 1 3277 то тогда я бы к продажам уже здесь тоже присмотрелся а по паре американский доллар японская иена вот здесь у нас началось как раз коррекционное восходящее движение то есть тот та область поддержки которую мы видим уже много месяцев то есть это минимум июля минимум сентября и вот сейчас опять торгуемся по в области 104 30 примерно соответственно сейчас точки зрения часов таймфрейма ну точнее вчера началось вот это восходящее движение мы смогли закрепиться выше максимум среды скорректировались и здесь для тех кто торгует контр-тренд контр-трендово довольно таки неплохая ситуация для того чтобы присоединиться к сожалению я пока для себя взял сценарий торговать только по тренду поэтому данное движение я пропускаю хотя сейчас цены довольно таки неплохие но опять же это не является торговым советом торговым рекомендацией я только делюсь своими наблюдениями решение пожалуйста принимайте самостоятельно по паре австралийский доллар американский доллар также довольно таки неплохой уровень поддержки от которого было бы интересно присоединиться поэтому пристально следим за часовым таймфреймом следим за тем когда завершится вот это нисходящее движение тогда будем искать зоны для а уже для покупок и плюс-минус такой же сценарий у нас идет по новозеландцу здесь столь лишь разница что восходящий тренд здесь более явно прослеживается и фактически сейчас текущих также уровня довольно таки неплохая ситуация на вход на покупку чуть хуже чем по австралийцу потому что по австралийцу мы просили больше но тем не менее тоже имеет смысл присматриваться ждать как раз в завершении данной нисходящей формации тогда уже готовится также к покупкам золото продолжает свое нисходящее движение как я и говорил мы могли вполне опуститься в зону как раз 1850 это область минимальной значения которую мы видели в августе видели также в конце сентября и вот сейчас мы подходим тоже близко к этому ценовому значению поэтому с точки зрения золота также формируются довольно таки неплохие зоны для покупок опять же если вы для себя планировали например инвестировать в золото добывающих золото добывающих компании как-то при этом берри голд или newman вот как раз завершение фазы коррекции по золото но может быть как раз быть и интересным сигналом по вложению данной акции как раз для себя тоже рассматриваю а возможность добавить эти акции свой инвестиционный портфель и вот как раз пристально слежу за золотом когда остановится вот эта коррекция потому что уровни довольно таки неплохие и на фоне низких ставок которые по планам могут продлиться год а то может быть и больше золото как раз может быть бенефициаром как раз низкий ставок и вырасти на данных как раз фундаментальных событиях ну в среднесрочными виду конечно не в моменте и по индексам dax проваливается ну на больше всех больше чем и сын п500 если как мы с вами смотрели сын пи просил там порядка восьми процентов то dax уже в моменте сегодня падал на 15 процентов что в принципе также дает предпосылки на довольно таки неплохие уровни для входа по дак су но не сейчас да то есть рост до локальных максимум здесь может составить порядка 19 процентов что принципе тоже выглядит неплохо но а точки зрения часов таймфрейма мы сегодня видели опять обновление локальных минимум вполне вероятно что вот этот сигнал с ложным пробоем может быть как раз очень интересным для входа по дак су если мы сегодня закрепимся выше локальных максимум которые были сформированы вчера на то небольшим объемом но самым минимальным объемом я поставлю ну по крайней мере отложенный ордер и попробую здесь принять участие тоже в данной в данной ситуации то здесь импульс может быть довольно-таки неплохим по дак су да с точки зрения потенциала роста по и сын пи то есть как мы с вами уже говорили в начале неплохие уровни для входа на покупку но нам нужно дождаться как раз сигнал с точки зрения часов таймфрейма которого пока все еще не произошло на премаркете уже мы торгуемся ниже минимальной значения четверга поэтому пока падение продолжается ну а мы продолжаем за ним следить и я тоже для себя рассматриваю покупки по S&P 500 когда соответственно совершится вот данная нисходящая формация которую мы видим на часовом таймфрейме ну и нефть марки бренд опять же на фоне распространения новых локдаунов которые происходят в европе новых случаев заражения которые есть происходит по всему миру конечно не страдают больше всего и фактически сейчас мы видим вновь переход в фазу нисходящего движения мы смогли все-таки уйти ниже минимальное значение которое мы видели в начале октября в середине сентября и нисходящий тренд здесь сейчас просматривается уже на более явно поэтому 37 86 по среде на нефть марки бренд фактически здесь ждем завершения опять же если вы там планировали покупать там нефтяные компании то наверное сейчас не самое лучшее время пока нефть падает продолжат падать и нефтяные компании и нужно дождаться все-таки остановки тогда уже в них заходить по более оптимальной цене чтобы как раз выбрать для себя более оптимальную точку для на входа кстати хочу сказать то что уже запись вебинара с александром элдера добавлено на наш youtube канал если бы вы хотели узнать мнение из первых уз человека тоже сша до текущей ситуации которая там происходит у его мнение о выборах то обязательно посмотрите данную запись она уже доступна на нашем youtube канале ну и также можете принять участие в конкурсе в котором можете выиграть книгу с автографом александра также в этом видео правило вы сможете посмотреть ну а на сегодня это все завершается торговая неделя впереди выборы да на следующей неделе будет крайне интересно и поэтому с вами встретимся в понедельник поговорим перед выборами ну и в ходе недели также будем это событие освещать не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал оставляйте комментарии и увидимся с вами в понедельник но я со своей стороны желаю всем хорошего завершения торговой недели хорошей пятницы и увидимся в понедельник всем спасибо и до свидания